Всем привет, с вами Прио. Фарм голды, это замечательно. А в тот момент, когда вы фармите голду, просто-напросто тратя старые реагенты, тратя старую валюту, это реально замечательно. И сегодня мы пофармим на пыли титанов. Да, её и так переведут в голдишку в тот момент, когда стартанёт припатч Shadowlands. Или сам Shadowlands. Нет, припатч. Припатч, да, всё верно. Её переведут по курсу, получается, 1 единичка пыли на 1 единицу серебряную. Для более лучшего понимания скажу так, что 1000 получается пыли, это всего лишь 10 золота. Это реально мало. 1400 пыли, например, это 14 голдишки. Это не так много. И вы сейчас поймёте, почему взято число 1400. Мы направляемся к торговцу, к поставщику эксклюзивного снаряжения. Что мы будем делать? Мы будем закупать азеритовые вещицы. Потому что, начиная с припатча, а на ПТРе сейчас припатч, можно будет продавать азеритовые итемы торговцу. Это ли не счастье, это ли не сказка. Но действительно, самым дорогим итемом по результату 4 вскрытий оказался нагрудник. То есть, на плечнике у нас стоят 62 голдишки, 57, 57, 61. Но это невыгодно. Шлема. 56, 60, 59, 61. Ну, такое себе, да? Вроде что-то как-то получше, но что-то как-то и не особо. На груднике 82, 77, 82, 77, почти даже 78. Ну и знаете, среднее число, можно сказать, 80. Так вот, почему изначально было взято число 1400 в тот момент, когда я говорил про вывод пыли в Близовскую голду, скажем так. 1400 пыли это, да, 14 голды. Нам невыгодно просто-напросто опираться на то, что нам пришлют эту голду по почте. Это просто-напросто использование не в полную меру этой валюты. За 1400 пыли мы можем купить 8 азеритовых вещей, самого маленького итем-левела. То есть, 1400 спокойно делится на 175. Это 8. 8 азеритовых нагрудников это примерно 640 голды. И если сравнивать числа 14 и 640, то увеличение идет в 45.7 раз. То есть, в 46 раз больше голды можно получить, при условии того, если вы реализуете всю пыль. Рекомендую заняться этим за несколько дней до припатча, потому что вам нужно будет хранить эти итемы в сумке. И, то есть, это просто-напросто захламит ваши сумочки. Они будут захламленные, в них будут лежать азеритовые итемы и все такое прочее. Но если у вас сумки и так свободные, то окей, займитесь этим. С целью того, чтобы быстренько все это дело закупать, ну то есть, не прокликивать вот это вот «да», потом вот закрывать окно торговца, потом открывать сумку, вручную кликать этот нагрудничек, я предлагаю вам два макроса. Первый — это «Buy Merchant Item». Он позволит покупать вещицу без подтверждения. Вторую мы купить не сможем. Нам нужно вскрыть ту, которую мы купили. И вторым макросом мы просто-напросто открываем эту вещицу. Оп, нагрудничек. И так вот нажимаем. Раз, два, раз, два. Дорогие нагрудники будут сегодня падать. Алло. Ну, даже если по 76, да, если мы в среднем не выйдем в 80 голды, это все равно намного выгоднее. Окей, не в 46, например, будет, а в 45 раз, например. Но это круто, это реально замечательно. Я надеюсь, это не понерфит, потому что я параноик касательно этого. Если я делаю какой-то видосик по Голдфарму, или когда это было давненько еще в Дреноре, по Чудесным оберегам, это место просто брали и фармили все абсолютно, а потом его нерфили. Это реально грустно. Если понерфит и это, я не знаю тогда, что делать. Ну, как бы моя теория подтверждается. Я надеюсь, ничего не понерфят. И все будет замечательно. Мы обманем эту систему, и мы будем победителями. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok